На самом деле все очень просто. Чтобы тепличку не потерять, нужно ее просто брать и чистить. Вот прям не лениться приезжать и очищать снежок с нее. Это действительно очень просто. Главное берите лопатку пластиковую. Вот у меня пластиковая лопатка, чтобы не попортить сотовый поликарбонат на вашей теплице. И помимо этого у нас есть... Вообще внутри есть опоры, я их сейчас покажу, доберусь. Если смогу двери открыть. То есть вообще у нас год очень бесснежный. Но смотрите, что это значит бесснежный. Сейчас я вам приближу. Это вот такие горы снега. Представьте сколько весят они. Это целые тонны вообще. Весом мы один год потеряли свою теплицу. Потому что никто не смог приехать в сад. А так у нас лыжики вперед. И с песней даже женщина справится. Вообще легко. И это для здоровья полезно. Сейчас я покажу вам внутри опоры. Потому что терять теплицу это очень дорого. Мы вот сейчас ехали по обществу. Очень много сломанных теплиц. Но это действительно недешево. Не могу открыть. Вон в маленькую щелку вам покажу. Не покажу. Вот видно. Такие у нас строительные, выкручивающиеся опоры металлические. Они уперты в землю и в потолок. Деревяшечку. Поэтому берегите ваши теплички. Делайте все. Чтобы они вам прослужили верой и правдой. По поводу насыпать ли снег в теплицу. У меня есть свое мнение. Я его скажу. Я не знаю, как там кто делает. Но я никогда этого не делаю. Только это когда садим редиску уже. Потому что в природе все укрыто. Вот видите. Вся почва. Она оголилась осенью. И природа ее закрыла. А мы закрыли ее. Вот этим сотовым поликарбонатом. Почва закрыта. Поэтому извращаться и насыпать туда снега. Но мы такого никогда не делаем. А так дело хозяйское. Всем больших урожаев. Всем ранней весны. А ей уже прям пахнет. Красота на улице у нас. Всем пока. Меня потеряли. В дополнение к видео. Вот поподробнее. Вот такая проброшена балочка. Тут не важно, как вы это сделаете. Чтобы упор зафиксировать. Ну и в земле так же.